Это было 22 февраля 1994 года. Подошел мужчина. Я предложил ему открыть один из чемоданов. Три чемодана, из которых стали вываливаться рукописи Хлебникова и Маяковского, и кого угодно. А он сам стал говорить, что это его родственники Маяковские и Хлебников. Когда я впервые увидела архив Николая Ивановича Харджиева, мое сердце архивиста просто содрогнулось. О нем ходили легенды, и ходили легенды о его коллекции, которые мало кто видел. Довольно скоро я буду ездить по всем векам, я был в 35-м. Он себя ощущал человеком, в котором сосредоточились все традиции авангарда. И вот эта идея, что он единственный, кто может это сохранить, была главнейшей идеей его жизни. Мне удивительно, что я весь в пыли и поперечный. Красный квадрат висел вот на этом месте, на этой стенке. Вот это тоже небольшая комнатка, и именно здесь хранились его сокровища. К сожалению, козырные карты его коллекции, это живопись Малевича и работы Розановой, и Гончаровой. Все это было у него угрозено. Когда русское искусство начало стоить по-настоящему денег, они чувствовали постоянную опасность. И они решили уехать. Она безумно боялась, что вот просто их убьют, зарежут, ограбят. Что и произошло, к сожалению, в Амстердаме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова